здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин мой собеседник израильский политолог арик эльман арик приветствую вас ну вот у нас прошло без малого месяц после того как бенямин ты ньягу глава ликуда получил мандат от президента страны на формирование правительства и коалиции и хотя на ты ньягу обещал что он это сделает за три дня вот прошло как повторяю он без малого месяца соглашение окончательно подписаны не со всеми партиями и в общем подозревают эксперты что бенямин ты ньягу просит для этого дополнительный срок у президента еще две недели он может получить на ваш взгляд почему так случилось почему так тяжело все это идет ведь казалось бы все это должно было быть сделано триумфально быстро победили партии логи идеологически очень близки друг другу в том-то и дело все все находятся в состоянии такого взаимного сдерживания с одной стороны всем понятно что правительство должно быть созданы и чем ближе будет приближаться окончательный дедлайн да не ага все попросит и получит эту отсрочку то вопросы будут решаться и закругляться с другой стороны участники коалиции понимают что я покажившись в положении когда он и ликуд является главной более левой в кавычках или более светской партии будущей коалиции будут стремятся будут стремиться уравновешивать требования и интересы своих партнеров в тот момент когда бедемин ты ньягу станет премьер-министром израиля сделать по этому поводу что-то партнерам будет очень тяжело потому что понятно что их избиратели будут настаивать на том чтобы коалиция сохранялась никто из тех кто голосовал за партии этого блока видеть досрочные выборы через год два три даже совершенно не готов поэтому все хотят все понимают что эта коалиция она может просидеть долго и хотят выбить и торговаться до последнего чтобы получить как можно больше дивидендов для себя и своего и своих релевантных секторов чтобы потом не остаться на вабах когда ньягу начнет действовать в соответствии с теми общие израильскими интересами которые он перед собой видит и со своими приоритетами опять же никто же до конца не знает какие-то приоритеты кого как вы центральные задачи тренинг ставит перед собой как он видит вообще свое политическое будущее будет ли это его последняя каденция даже если суд не поставит ему ножку что произойдет вообще на фронте его судебных дел какова его главная задача в интервью американским телеканалом он говорил об иране и необходимости противостоят ирану готов ли он будет собирается ли он пойти на какие-то решительные меры в этом направлении или же действительно ли он пришел к выводу что нужно согласиться со сторонниками радикальной реформы израильской юриспруденции либо же на самом деле он программатический можно даже сказать циничный политик который может использовать весьма удачную политическую конъюнктуру сложив всю его пользу для того чтобы побудить израильскую юридическую систему пойти ему навстречу полюборном решении его головных дел а такое тоже возможно потому что никто не не готов сейчас представить себе каковы же план это не а в этой ситуации понятно что все участники процесса особенно после полутора лет позиции хотят использовать по максимуму выделенные им законодателем время до создания кабинета для того чтобы получить как можно больше что мы наблюдаем и происходит но это не агу не чувствует себя в ситуации где он должен сейчас как минимум может вообще предъявлять ультиматума своим партнерам поэтому он не только идет именно встреча в их основных требованиях и даже там удовлетворяет иногда достаточно странные требования но и пытается развести между ними помогает там вмешивается в конфликты которые возникают между шасс и бенгвиром между бенгвирами евреи стандоры чтобы все эти вопросы разрулить а по дороге еще ждет его немалого размера мина это конечно же ситуация в самом ликуде где с всевозвращающим интересом и без особых позитивных чувств ждут когда наконец они узнают какие же министерские профили им остались тоже так сказать ряд депутатов ликуде уже угрожают что сразу после того как коалиция будет создана они приступят к своим мерам чтобы дать не то него понять что он совершил ошибку да то есть говоря проще они начинают говорить о том что они найдут различного парламентские трюки чтобы осложнить жизнь не агу его коалиции на тени агу вот дает пусть и редкие но все-таки интервью при этом в основном американской другой западной прессе в израиле он по сути дела такого большого программного интервью еще не давалось отсюда собственно говоря остаются недомолвки а чего он хочет и чего будет добиваться но вот что интересно во всех этих интервью которые он дает на запад он уверяет что нет смысла волноваться еврейской диаспоре он будет руководить государством они его новые партнеры и он не допустит чтобы пострадала лгбтт община он не допустит изменения закона возвращение у нас останется нормальная судебная система и так далее да подобное но все то что он говорит противоречит тому чего хотят и в чем единый по сути дела его партнер притом они это подтверждают свои намерения буквально через день после того что он делает такие заявления я имею ввиду в тоже высказывание по поводу лгбтт ави маоза и высказывание смотрящая по поводу закона о возвращении многое другое скажите пожалуйста на ваш взгляд это все просто игра партнеров на запад мы говорим одно внутри у нас есть согласие и будем делать другое или же действительно там проблема еще не создавшиеся коалиции здесь есть на самом деле как возвращаемся к известной фразе политика это искусство возможно это не агу не хочет открытия никаких лишних фронтов это касается темы лгбт это касается закона возвращений поэтому мы видим что несмотря на то что то что ави мауз заявил я вот мне не нравится гей парад в иерусалиме я за то чтобы его отменить но в коалиционном соглашении между дня и ави маузом вся эта тема вообще не упоминается антони агу говорит с другой стороны говорит о том что не допустит нарушения прав лгбт что он имеет ввиду медленно ввиду базисные права такие как правительство перед законом права на усыновление на создание семьи на суррогатное материнство и отцовство или же он имеет ввиду там более такие странные требования лидеров лгбт-сообщества которые в общем-то натолкнулись на весьма более ожесточенное сопротивление как например вот эта тема с запретом на использование слов отец и мать в официальных документах ряда израильских министерств и замены их на родители номер один и родители номер два это стало символом вот этого протеста против эксцессов скажем так со стороны лидеров лгбт-сообщества поэтому здесь есть пространство для маневра то что касается рекорды судебной системы здесь на самом деле все гораздо серьезнее это огромный элемент идеологии насто настоящему корневой идеологии всех израильских правых избирателей которые хотят видеть серьезную реформу судебной системе несмотря на заявление претензии о том что это якобы нарушит ее объективность подорвет ее престиж один из лидеров этого движения депутата партии региозной семьи хоротман судя по всему возглавит комиссию кнесто по законодательству что позволит ему формулировать эти реформы и на данный момент то что мы узнаем о планах ликуда как минимум не говоря о самом не то не то что в ликуде тоже существует широкая поддержка этой реформы но одно дело обменять процедуры выбора судей например а другое принять пункт о том что кнесет сможет обходить вето верховного суда на те или иные законы тут начинается дискуссия скажем если вначале казалось что этот закон будет проведен прямо в первые дни существования коалиции сейчас в ликуде говорят что это точно не первый айтем на повестке дня если это дискуссия по этой теме начнется может быть только весной будущего года то есть мы уже видим что есть здесь заинтересованность отодвинуть это эту горячую картофель надвинуть ее подальше посмотреть может быть скажем если и на самом деле логика определенная есть если верховный суд будет формироваться по другим принципам если парламент как большинство видеократических стран получит возможность высказываться по компоновке высшей судебной инстанции то вполне возможно что актуальность взаимоотношений судебной и парламентской властей законодательной она изменится и суд больше не будет восприниматься как такое как элемент противостояния между юридической системой и избранными органами власти поэтому ликуде хотели бы это отложить что же касается закона возвращения ну да не агожа вылил буквально всю холодную воду которая только у него была на сторонников этого изменения я думаю то что в конечном итоге увидим каких-то документах это согласие согласие о том что будет пересмотрен этот вопрос будет по этому поводу дискуссия открыта надо сказать что желание поменять закон возвращения именно пункта внуках разделяют от них не только избиратели нынешней коалиции будущей коалиции по опросам более 60 процентов израильтян стабильно высказывается за то чтобы закон ужесточить потому что его нынешней редакции пропускает израиль слишком много людей не имеющих отношения к еврейскому народу и на самом деле мы видим как как израильские средства массовой информации нельзя заподозрить в лишних симпатиях контуниягу и его коалиции эти общественные настроения раз за разом подогревают поэтому я думаю дискуссия будет результаты этой дискуссии но я думаю что мы их увидим в ближайшие четыре года хотя бы потому что в ней будут участвовать не только члены коалиции нынешней но и представители еврейской диаспоры которые как мы знаем единогласно вне зависимости от географического района выступают против любых изменений там по тем часть из них по тем же самым причинам по которым например депутат нас от лекуда бывший министр обслуживания юлия дештейн который заявил что надо понимать если мы начнем выносить даже кажущиеся нам логичными изменения закон о возвращении через пять лет этого закона не будет вообще упомянули израильские журналистов которые тоже как бы вносят свою лепту то чтобы эта тема становилась на оставалась на слуху я так подозреваю что вы намекаете на недавний репортаж 13 израильского телеканала где равив друкер изучал тему алии последних лет в израиль и по его утверждение во всяком случае так утверждается в этом репортаже в этом сюжете порядка сороки сорока процентов те кто приехал в последнее время получив гражданство и документы соответствующие вернулись обратно в россию и плюс он считает что организация на тиф работает не очень качественно связи с чем приезжают люди не совсем соответствующие критериям закона о возвращении ну я видел как бы да и вы видели наверняка в социальных сетях жесткое обсуждение этого репортажа хотя это в общем то никакого но нового подхода к этому нет это об этом говорилось всегда и я не понимаю честно говоря чем это отличается от утверждений которые делают смотришь бенгвир или маос глобально глобально разница состоит в том что смотришь и бенгвир маос и другие люди обеспокоены тем что нынешняя формулировка закона возвращения открывает путь в израиль большом количестве людей не имеющих никакого практического отношения к еврейскому народу они не предполагают то о чем намекался или утверждал в сюжете показанном вчера на 13 канале что речь что есть там злоупотребление фальсификация документов игнорирование положений закона о возвращении и так далее организация на тиф которая исполняет закон о возвращении в аспектах проверки права на репатриацию она направила весьма подробную реакцию на 13 канал которая не была зачитана полностью там буквально там какие-то выдержки и тут надо еще одну вещь сказать когда кто-то говорит о том что вот люди получили гражданство и въехали назад в россию ну можно например рекомендовать сходить пересчитать лица обладающих израильским гражданством постоянно проживающих в соединенных штатах и канаде сколько лет кто из них провел в израиле до того и тут надо тут же еще надо понимать одну вещь люди которые сейчас в экстремальных условиях поехали из россии в израиль реализовывать свои права по закону возвращений а затем вернулись многие из них сделали это вынужденно потому что государство израиль невзирая на то что не является частью европейского союза нато и так далее она и его банковская система фактически присоединилась санкциям против россии что сделало невозможным перевод денег например из россии в израиль государство израиль страна очень дорогая система финансовой поддержки репатриантов они не такие которые существовали например 90-е годы поэтому ожидать от людей что они будут жить на улице да то что денег у них нас на съем жилья просто нет они не могут перевести свои средства из россии сюда и этот процесс потребовал значительного времени для того чтобы хотя бы частично урегулировать это тоже очень странно и когда иные вот эти подсчеты да когда обвинять каждого что они ехали сюда только для того чтобы получать паспорт потом вернуться назад и не задумываться о том что люди ехали с определенными представлениями об израильской жизни определенными ожиданиями от себя и от ситуации ситуация не оказалась такой на которую они рассчитывали они вернулись назад что достаточно легитимно и не является основанием для того чтобы там обвинять кого-то фальсификациях и триллер и не закон возвращения то ведь надо же подчеркнуть эту простую вещь из обоих взгляд а я считаю что конечно же дискуссии о том насколько закон о возвращении соответствует нынешней конкретной политической демографической ситуации в еврейском мире абсолютно легитимная вещь он поэтому никогда не был закреплен как основной закон именно потому что принимая его еще 50-м году отцы основатели наши понимали что он должен будет меняться в соответствии с обстоятельствами но тогда надо при вносить обдумывая какие-то изменения нужно руководствоваться факт да вот например когда начинаются разговоры о том что в последние годы большинство приезжающих в рамках закона возвращения не являются евреями да они не являются время по галахе но по какому связь между этим утверждением и пунктом о внуках очень слабая потому что как мы прекрасно знаем человек рожден от еврейского отца и не еврейской матери он не еврей по галахе и так и большую часть да и никто когда этот вопрос ставится напрямую тем политикам которые говорят надо менять закон о расчетах вы хотите запретить сыновьям евреев рожденных в свежем драке в израиле ответ конечно нет мы прекрасно понимаем что они часть еврейского отлично следующий цифра которую надо напомнить это то что подавляющее большинство людей израильтян израильских граждан которые сегодня входят вот это вот категорию другие да в центральном статистическом бюро да не евреи не арабы другие вот они все эти другие не евреи по галахе большинство из них приехали в израиль или являются потомками приехавших в израиль в течение 90 по 2005 год так по статистике то есть в тот период когда ни у кого не было сомнений что илья приезжающая очень еврейская что она едет в израиль хочет ехать в израиль что в ней большинство составляют евреи но тем не менее поскольку наши критерии таковы критическая масса вот этой категории сложилась уже тогда приезд сегодня в израиль в рамках закон о возвращении приезжает даже несмотря на войну гораздо меньше чем тогда и внутри этих категорий для того чтобы оперировать какими-то фактическими данными нужно внимание а не популистские демократические лозунги если действительно будет создана какая-то такая общая комиссия которая включится представителей релевантных израильских структур и лидеров еврейской диаспоры вот она если эта комиссия начнет всерьез разбираться и искать какие-то рекомендации что делать закон о возвращении там я думаю будут очень многие в израиле узнают очень интересные цифры которыми они окажутся совершенно готовы с идеологической точки зрения ну посмотрим в любом случае создание комиссии по изучению обычно в израиле приводит к тому что этот процесс растягивается на многие-многие годы и чаще всего не приводит никаким результатом у нас эти комиссии все можно называть именем Хаджина Среднина совершенно верно арик спасибо за ваши комментарии на этом все напомню что моим собеседником был израильский политолог арик эльман до свидания а